Приветствую вас, друзья мои, Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Ну вот, друзья, стали прилетать первые ласточки, первые ласточки, не весенние пташки, а первые ласточки, говорящие о том, что началось применение нового законодательства. В частности, москвичку одну арестовали уже, ну там не одну ее, там я назову других, может быть. На пять суток суд арестовал за антивоенный пост в соцсети. Останкинский районный суд города Москвы дал россияночке пять суток ареста за антивоенный пост в соцсети. София Оттарова, так зовут эту москвичку, ее задержали вечером 1 марта в первый день весны на станции метро Фанвизинская с помощью системы распознавания лиц. Вы представляете, какой поиск организовали? Обширный, широкий, крупномасштабный ее поиск. И по мнению полиции, ее пост на антивоенную тематику в Твиттере нарушает действующее законодательство. Ей вменили статью Кодекса об административных правонарушениях, которая называется «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении». Я вообще не понимаю, что за мероприятия она могла организовать. Речь ведь идет о митингах, о каких-то выставлении пикетов каких-то без уведомлений, о проведении массовых акций, мероприятий и так далее. А она всего лишь там какой-то пост или репост даже чужого поста сделала. Как сообщают правоохранители, Аттарову задержали за пост, который она опубликовала якобы 24 февраля. Но не уточнили, за какой именно пост, чтобы мы не могли бы посмотреть и сказать, «Ребята, да вы что? Девушка свидание назначила своему любимому, а вы посчитали, что они там, допустим, выставляют пикет какой-то». Но девушка сама эта, София Аттарова, полагает, что это речь идет о ее репосте, какой-то петиции. Ну, к президенту, петиция, наверное, о прекращении вот этой спецоперации, так называемой, в Украине. Вот. Больше она типа ничего такого и нигде не писала сама, и не знает, о чем речь. Но у нее есть адвокат, Денис Елисеев. Вот этот адвокат, Денис Елисеев, сообщил, что это не первый случай, мол, у него в производстве, так сказать, есть ли еще дела других россиян. К одному из авторов постов полицейские, например, пришли домой и попросили пойти с ними на часок, а в итоге, значит, арестовали, и он вернулся через сколько-то там суток, который ему суд дал. Еще один мужик работал спокойно, значит, не чувствовал за собой никакой вины, пришли на работу полицейские и тоже сказали, слушайте, вы нам нужны на часок. Больше на работу он несколько суток не вернулся. Слава богу, мужика не уволили, хороший специалист. Всем этим лицам было назначено наказание в виде ареста. И они, это практически произошло в один день, 7 по 5 суток, и вот до 3 марта они были в спецприемнике для содержания лиц, арестованных в соответствии, ну, за административное правонарушение, будем так говорить. Вот, и этот адвокат Елисеев еще 28 февраля, то есть в последний день зимы, подал жалобы, соответствующие на эти аресты, в Мосгорсуд, но уже люди, так сказать, отбыли свои наказания, а суд пока даты рассмотрения этих жалоб не даже не назначил. Опять же я говорю вам, друзья мои, давайте будем смотреть, если кто-то, ну, действительно хочет, будем так сказать, осознанно идет на это, создает какие-то посты или какие-то репосты делает, или распространяет какую-то информацию, ну, умышленно, то я, честно говоря, ну, ладно, значит, вы имеете такую-то точку зрения на все происходящее, вы ее отстаиваете, вы сторонников ищете этой точки зрения, вы готовы, значит, отсидеть там или штрафами заплатить, но лишь бы, так сказать, свою точку зрения кредо держать, это одно, это одно, это люди знают, за что они пострадали, так сказать. А вот кто по неосторожности как-то или по незнанию, неопытности делает это, и даже, смотрите, петицию девчонка или женщина молодая, москвичка подписала, и ее за это, так сказать, смотрите, шуганули. Это, я считаю, ну, во-первых, неправильно, потому что она не представляет никакой угрозы, так сказать, нашему строю, нашему обществу. Ну, неосторожно поступил человек. Зачем ее сажать, пробрать, сажать, вести в суд на пятнадцатом или на пять суток. А вторично, если совершили, то уже до трех лет лишения свободы, я вот вам недавно ролик показывал, подписан тоже. А, ну, там, правда, речь шла о том, что кто-то обращается, чтобы санкции там нам усилили или новые ввели. Ну, а здесь тоже, так сказать, повторное, может быть, уже уголовную влечет ответственность, повторное административное правонарушение. Ну, я вас предупредил, а предупреждал, и он, значит, вооружен. А вооружен, значит, глупости не совершим, друзья мои. Спасибо всем, кто смотрит. Я думаю, те, кто смотрит, не совершит необдуманных каких-то поступков, которые повлекут изъятие их из нормальной жизни, из семьи и помещения куда-то в спецприемник или на нары следственных изоляторов. С вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Люди, будьте бдительны, будьте бдительны, не нарывайтесь, не совершайте преступления и правонарушения. Это чревато. Вот. Ваши лица распознают на станции метро или еще где-то в туалете или в бане. И, и, и. Значит, обстановка напряженная, и тем не менее я прошу не забывать о том, что у нас есть с вами, с вами, да, да, друзья мои, приютка Товася, 67, питомцы которого ждут с нетерпением вашей помощи. Спасибо вам огромное, друзья мои, за такую помощь. И я не устану повторять, что благодарю вас, что желаю вам мира и благоденствия. Пока.